Мы идем на день открытых дверей в МГУ. Для этого нужно перейти по пешеходному переходу. Раньше здесь была зебра. Перед нами территория МГУ. Это университет. Здесь у нас еще находится цирк. Университет основан в 1755 году. Комплекс зданий на Воробьевых горах появился всего лишь в середине прошлого века. В том числе главное здание МГУ, в которое мы идем. Раньше с противоположной стороны была промзона, гаражи. А сейчас построили вот такие здания жилые. И дальше будет фундаментальный библиотек МГУ. Налево пойдешь, на социологический факультет придешь. Направо пойдешь, на экономический факультет придешь. А прямо пойдешь, попадешь, наверное, в поликлинику МГУ. Здесь был раньше Международный инвестиционный банк. Видимо, он обанкротился. Социологический факультет. На нем изучают социологию дети. У меня вопрос, как правильно, маркетинг или маркетинг? Пишите в комментариях. В МГУ есть много всяких подземных этажей, строений. Из них вот такие вот вентиляционные башни. Хотя это может быть и метро, а это какой-то НИИ-ВЦ. А вот за деревнями, деревьями виднеется здание фундаментальной библиотеки МГУ. А это так называемый второй учебный корпус, где находится факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Вот и некоторые другие еще факультеты. Для компьютеров, суперкомпьютеров, пришлось построить отдельные блоки охлаждения. А вот и показался шпиль главного здания МГУ. Наверху находится звезда, часть пластин, от которой уже отворилась. И смотрите в интернете и на ютубе видео, какой вид открывается с этой звезды. Там всякие квадрокоптеры вокруг нее летали, снимали. Так что смотрите. Проезд по территории несколько ограничен, честно говоря. Или вот это здание фундаментальной библиотеки. Перед нами одно из старейших зданий. Это здание физического факультета МГУ. Вот здесь вот находится научно-исследовательский институт ядерной физики. Какой-то непонятный памятник. В МГУ небольшая разруха, тут отваливаются плиты уже от зданий. А в вечернее время здесь подсветка зданий включается, очень красивая. Три-четыре. Это МГУ имени Ломоносова, Надя? Не, не похоже. А там, да, кто-то учится. Вот видно, что в мороз минус 7, открыты окна, Настяш. Сразу, видимо, изучает физику охлаждения здания. Там химичат напротив, за Ломоносовым. Это памятник Петру Николаевичу Лебедеву. Сейчас является накопителем снега. Вечная слава воинам-героям. Вот это вот здание вообще строили заключенные. Оно как раз представляет собой из себя памятник архитектуры. И очень привлекательно в глазах абитуриентов. Под эти сооружения замаскированы всякие вентиляционные шахты подземных сооружений. Та-дам! Мы будем сейчас входить в главное здание МГУ. Здесь находится механика-математический факультет, факультет почвоведения, геологический и так далее. Дети говорят, какие огромные двери. Прямо дворец какой-то. Здесь есть раздевалка для профессорско-предподавательского состава. Но сегодня нас не спросят ничто. Никаких пропусков студенческих и так далее. Вот здесь в тентах абитуриентов находятся. Сейчас кучу всяких листовочек раздают. Учебная аудитория слева и справа находятся. Мы последние разделись в профессорском гардеробе. Куча народа ходит, книжки торгуют. Всякие футболки продают. Вот такой ажиотаж небольшой. Канал Культура снимает интервью. Торгуют цветами. А мы идем наверх, в актовый зал. На втором этаже тоже много народу. Особенно полуфакультет иностранных языков регионоведования. Полуфакультета экономического не платила денег на разноцветные ресурсы. Если перед вами стоит задача собрать макулатуру, приходите на день открытых дверей в МГУ. Вот пошел с детьми, которым только 12 лет исполнилось, для ранней профессиональной ориентации. Географический факультет, факультет фундаментальной магазины, мировой политики. Мы входим в актовый зал. Есть еще свободные места. В 12 часов начнется выступление ректора. С приветственным словом. Но не все люстры еще горят. Вы не поверите, лифты в МГУ выглядят так. Но в принципе они могут выглядеть и вот так вот. Первый канал у кого-то интервью. А это легендарный абитуриент, который набрал 300 баллов в прошлом году. И выбирал между факультетом биоинженерии и биоинформатики и МКТ. Робот физфака МГУ. Мы находимся в лифте, который высокоскоростной и везет нас на 16 этаж. И вот мы пришли на МЕХМАТ. Кафедра дифференциальных уравнений. Пожар в учебном заведении. Стенд. Ха-ха-ха. Кафедра теории динамических систем. Вот. И так далее. А здесь находится кафедра теории вероятностей. А такой вид открывается из 16 этажа. Но мы еще выше, возможно, поднимемся. Памятная доска Олега Борисовича Лупанова. Может, кого-нибудь интересует, работают ли туалеты в МГУ. И какие они? А вот они такие вот. С пессорами. И с шикарным видом на здания фундаментальной библиотеки. И всего такого прочего. Где-то демонтированы рафлины. Переполнены урны. И нет горячей воды. Здесь можно пройти в столовую. А самое интересное, здесь покупают книжки на реализацию. И находится библиотека. Здесь находится вход в общежитие. Но здесь нет ниоткрытых дверей. Поэтому мы не увидим, как живут в общежитиях. Здесь находится столовая. Не все абитуриенты прознали про нее. Поэтому здесь есть свободные места сейчас. Пойдемте пообедаем. Похоже, что ее только что открыли. В 11.30. Ассортименты цены, смотрите. Вот такой обед мы взяли. А если вы с нами до конца видео досмотрите, узнаете, сколько он стоит. Есть и сладости. Да, рыба. И обед нам обошелся в 260 рублей. Прямо на территории свалка строительных материалов. Какие-то короба стоят. Вот столько народу сегодня пришло на день открытых дверей. Дополнительно организована интернет-трансляция. Трансляция в других аудиториях. Уже 12 часов 1 минута, а ректор и деканы до сих пор не выходят. Видимо, ждут, когда народ подойдет. Надпись справа. Коммунистам. Стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием. Девушка ходит и уплотняет сидящих. Надпись на стене. В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Карл Маркс. Вошел ректор и деканы факультета. Наши будущие студенты, добрый день, уважаемые родители, учителя, все, кто пришел сегодня на день открытых дверей, прекрасный актер-визал. Нас слушают по интернету многие-многие города страны. Уже сейчас более тысячи подключений к нашей конференции, к дню открытых дверей. И большинство аудиторий на первой этаже ректор со второй попытки назвал слово «интернет». Ребята слушают трансляцию. У нас есть традиции, как проходят темы открытых дверей на открытые МГУ. Позвольте представить мне президента, декана, но как традиции. Давайте посмотрим, как он присутствует. Поздравляю, готов! Уважаемые горе лепеди! Московский университет, безусловно, явление в России, и часто повторяют слова, что если бы не было Московского университета, и Россия была бы другой. Точно так же, конечно, Московский университет мог бы стать тем, что он стал из великой России. Это история. Нам 267 лет, уже 8 скоро будет. Первого фокусируется не на реакторе, а на мозаике за него. На самом деле, разгромленная страна, разбитая, простите, страна. Не было многих городов. Не было Сталинграда, были руины. Не было Киева, Харькова. Это все надо было восстанавливать в великой стране. И несмотря на то, что было, такие трудные, то голод был. В 1946 год был тяжелый голод в стране, как мало было. Несмотря на все это, именно в 1946 году... Абитуриенты уходят из МГУ. Вопрос. Какое отношение эти ученые имеют к МГУ? Ответ. Никакого. Так выглядят окна, которые не мыли с прошлого века. Из аудитории учебного. Здесь проходит лекция? Да, здесь проходит лекция. Здание МГУ Параснов ЛТИ. Да, конечно, наконец-то. Поступать вам в МГУ или нет, решать вам. Мы свой выбор сделали и пошли дальше к биологическому факультету. Раньше у МГУ было только одно метро, но сейчас тут справа построили еще одну ветку. И стало быстрее немного добираться для некоторых. Там здание химического факультета. Были случаи, когда там что-то химичили, и наркотики изготавливали, и взрывчатку. А это все здание общежития МГУ. В том числе здесь профессора живут. Мы идем к биологопочечному корпусу и пересекаем небольшую улочку. Это вход в факультет почвоведения. Вот это здание биологического факультета, куда пыталась поступить моя мама, но так и не поступила. Потому что был очень высокий конкурс. Все на пятерки нужно было сдавать. Ботанический сад МГУ. Институт физико-химической биологии МГУ имени Белозерского. Здесь вход. Многие окна уже заменены на пластиковые. Научно-исследовательский институт физико-химической биологии имени Белозерского. Кафедра высокомолекулеварных соединений. Кафедра химии природных соединений. Мы завершаем наше путешествие по территорию МГУ. Прошли его весь насквозь. Смотрели на ректора. И сейчас к новой станции метро приближаемся. Ура! Через пять лет мы поступим какой-нибудь уз. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Либо отправляйте это видео в архив МГУ. Мы вышли на свободу. К метро! Надюшка, как тебе в МГУ? Нормально. А кто-то будет сюда ездить шесть лет. Субтитры сделал DimaTorzok